В общем, да, воскресенье, мне на работу, а я толком не отдохнула из-за этой жары, да, из-за депрессника, в который я впала. Поэтому, в общем, сегодня, вот как назло, немножко я себя чувствую получше. Видимо, всё-таки в депресснике я тоже долго находиться не могу. Как-то естественное желание из него выбраться. Да, но в результате я не отдохнула, да, потому что я очень-очень сильно страдаю от жары. Никуда не могу съездить, а если никуда не могу съездить, то, да, у меня ощущение, что я неполноценно провела выходные. В общем, да, и я сейчас экстренно, видимо, пытаюсь ещё себя дополнительно вытащить. И как-то устранить, наверное, тот дискомфорт, да, который накопился, да, вот условий жизни, да, если мне что-то в доме не нравится. Вот, лучший вариант для меня выйти из депрессника, ну, это либо, да, куда-то съездить, что-то посмотреть, да, либо как-то начать устранять вот этот вот дискомфорт, то, что не нравится дома в обстановке. Ну, и, конечно, я занялась перестановкой мебели. Так я ещё и не нашла подходящий вариант, потому что, как бы я чего не представляла, у нас всё равно слишком много мебели, слишком много вещей для нашей площади. На самом деле, наверное, да, можно, да, кто вот специалисты в организации пространства, они бы наверняка в нашей площади организовали всё очень здорово. Я не специалист, и потом, как бы, я всё понимаю, что так, не дерём коробку. Эти кошки ужас просто, ужас. Марвель, сейчас как приблизишься к коробке, я тебе, блин, настучу по булкам-то. В общем, да, нет, кошек я не бью, но так это подпихнуть могу. Фу, какая ожирение, вот мне даже сидеть жарко. Я на самом деле, вот вчера мы ездили в китайский магазин, я не снимала, потому что я этот магазин снимала уже неоднократно, да, всякой всячиной. И мне было жарко в шлёпках, представляете? То есть я в машине сняла шлёпки, потому что мне вот этот вот, как это, у кошки опять помешательство буйное. Так у неё гоны продолжаются. Да, всё в надежде, когда он закончится, чтобы можно было её стерилизовать. И, в общем, да, даже в шлёпках и в солнечных очках мне было жарко. Это ужас. И вот сейчас жара продолжается, вроде такого солнца нет, прямо вот прямого, да, солнечных лучей, но ужасно жарко. В общем, сидишь, просто сидишь, ничего не делаешь и потеешь. Дурдом. Да, и, в общем, я занялась немножко переорганизацией пространства. Сейчас я вам покажу. Немножко, конечно, улучшилась ситуация, да, но всё равно. То есть если бы, да, я даже говорила, что если бы я была специалистом по организации пространства, я всё по-другому сделала. Но, опять же, на самом деле, если бы представить, да, что не жалко средств и потратить всё, что вот захотел, всё как бы, да, не важно, сколько денег, да, то можно было бы организовать всё, даже я могла, как не специалист, бы организовать всё здесь очень круто. Но мне реально жалко денег. Да, во всяком случае, пока. И поэтому у меня куча всякой непонятной мебели, какая-то сборная солянка от того, что осталось от предыдущих владельцев. Плюс то, чего бы мне хотелось, но что совершенно не вписывается в интерьер, да, как бы я его не организовывала. Вот, и, в общем, я только меняю это местами, и когда-то становится чуть лучше, когда-то хуже. Вот сейчас очередной раз поменяла местами всё. Сейчас вам покажу. Конечно, пространство стало немножко больше, но, похоже, всё равно. В конце концов, придётся покупать всё в едином ансамбле и, в общем, организовывать нормально. Ну и вот, вот здесь у меня стоял вот этот стол и перегораживал мне гостиную. Я его развернула к стене и стало немножко побольше воздуха. Во всяком случае, вот отсюда кажется, что как-то получше. Но всё равно далеко до идеала. И я, наверное, ещё попробую завтра, или когда у меня будут силы, вот этот вот шкаф, который опять занялся каким-то бардаком, передвинуть вот сюда, к стене вот так поставить, да, а это немножко сдвинется. И посмотрим. А вот эту вот и киевскую полку, наверное, не знаю, сюда или сюда на кухне, в общем, пока не знаю. Но как-то хочется ещё это всё отодвинуть, да, вот это белое оставить туда, там, а всё остальное сдвинуть сюда. Во всяком случае, этот шкаф, чтобы вот он так гробом не стоял посреди. Да, так что, но сейчас уже стало как-то немножко получше. Всё равно, на самом деле, вот этот стол я вообще не использую, потому что вообще от него избавиться, ну, от самой вот этой вот крышки. Ну, она уже теперь, теперь эта полка и киевская калокс, она просверлена, да, и всё равно там неприглядно. Так что не знаю, что с этим делать пока. Буду дальше думать. Но уже психологически полегче я немножко себя чувствую. Вот. Ладно, надо уже готовиться к выходу на работу. А ещё я вчера занялась домиком для кошки. Что я уже делала на продажу. Продала несколько домиков, типа как вот кит съел кота, да. Не знаю, видели такие или нет. Это будет сход. Пока не знаю, что это будет. Это рыба, это будет или просто какой-то туннель. Посмотрим. Очень тяжело их вязать, поэтому... Это неудачный у меня шов здесь получился, но ничего, это для меня. И, да, очень тяжело их вязать. Понятное дело, что вяжутся они только вручную. И из вот такой вот ленточки, да. И реально от них потом болит спина, шея и всё что угодно, да. И руки, понятное дело, потому что вяжутся большим толстым крючком. И очень вот в этих местах, плюс ещё и спина, там тянете, да, мышцами это всё дело. Потом всё болит, поэтому особо не навяжешься. Но хотя бы своей кошечке я свяжу, потому что ей нравится прятаться во всяких укрытиях. Думаю, ей он понравится, да, этой которой лысенькой. Да, Марвелуша не одобрила. Надо вам, наверное, хотя бы фотки вставить с этими домиками, которые я вязала. Да, вставлю фотки. Я ж вам ещё не показывала платьице, которое я прикупила в китайском магазине вчера. Вот, смотрите. Думаю, манго, манго. А китайский-то я обошла стороной. Смотрите, какое неплохое платьице. Всего за 13 евро. Да, колени, конечно, есть. Но что делать? А так, вроде, неплохое платье оказалось. Ещё вот такое. Как-то оно на видео похуже смотрится. Ещё надо что-то делать вот с этим, который открывается, да, наверное, кнопочку пришить. Ну, тоже, думаю, сойдёт. Ещё мы какого-то идеала будем добиваться. Вот. Это, конечно, нужно глобально гладить. Но ничего, тоже можно. Можно разок. Вот. Так вот, что вы думаете? Нет, вот это из всех трёх похуже, конечно. Ну, и тут я просто уже перед цветом не смогла устоять. Наверное, скорее, такой похожий на халат. Какой-то пляжный, да? Но цвет, конечно, бомбезный. Просто посмотрите, да? Качество на самом деле, вот я бы не сказала, что из манго лучше. Из манго какой-то неприятный такой материал, а этот хотя бы нежный. Не знаю, вообще, переживёт ли он стирку, но мне прям очень понравилось. Может, как ещё затянуть. Ну, так вот прям хорошо. Да. Так что я в этом году прям вся в платьях. Вот ещё раз вам поближе покажу. Очень даже неплохо. И вот тоже где-то 15 евро. Ну-ка, где там этикетка? Этикетка. Смотрим. Что написано? 16 евро. Я считаю, нормально. Даже если оно выдержит только одно лето, этого будет вполне достаточно. Да как вам? И вот так целый день. Это просто дурдом. Если это будет месяц продолжаться, я, наверное, это... Вот так что вот такие у меня покупочки. Да, пока я ещё была в сознании, смогла прикупить себе что-то. А потом впала в депрессняк. Вот так прям вообще красиво. Вот так прям вообще красиво. Что буду ходить в халате. Мне прям так нравится расцветка, что даже как бы это фасон, который немножко не дотягивает, всё равно не испортит мне настроение. Вот. Что вы думаете? Да, цвет просто шикарный. Что ещё хотела вам показать? Вот у нас грядут выборы. Кто меня вот смотрит, постоянно знаю, что мы голосовали недавно за 4 всякие выборы в 4 инстанции, скажем так. А сейчас грядут выборы в правительство. Тут Сенат и депутаты. И вот эти две главенствующие, противоборствующие партии прислали уже нам каждому именные конвертики. Я уже один раз паковала. Сейчас покажу. Значит, в конверте. То есть вы можете просто пойти на выборы, да, вы знаете, за кого вы хотите голосовать, пойти на выборы, взять там конвертики соответствующие, да, тому, за кого вы голосуете, чему, да, взять листочек с партией и вложить в конвертик. И уже там вам покажут, куда это бросить. А тут, значит, вот партии присылают свои конвертики. В конвертики, соответственно. А, да, что, первое, да, значит, личное письмо, закрою свои данные, да, рассказывается про то, как вы можете помочь Испании, да, своим выборам. Дальше тут вложено, значит, а, два конвертика, да, вот, соответственно, депутаты и Сенат. Ну, Сенат, в общем, что-то в этом духе, да, это по-русски перевести, я не знаю, насколько это соответствует именно как это там, терминам именно российским, да. Значит, и еще две бумажки, соответствующие этим конвертикам по цвету, да. То есть этот конверт, конвертики, это будут именно избирательном участке, конкретно депутатам, а вложить бумажку можете той партии, которая там возьмете, которая вам подходит, да. В данном случае эта партия уже конкретно вам прислала свою бумажку. Вот, здесь уже все указано, и, типа, вы можете заранее вложить эту бумажку в этот конвертик. Вот. А это вот Сенат, типа. И вот здесь, значит, указаны все, кто будут избираться. И уже заранее за вас, так как эта конкретная партия вам прислала, да, этот конвертик, уже отмечены, да, те, за кого вы голосуете. Если вас это устраивает, вы уже вкладываете вот эту бумажку в соответствующего цвета конвертик, и просто приходите на выборы, да, со своим документом, уже ни в какие кабинки не заходите, а просто отдаете свои конвертики. И на этом все. Вот так можно все упростить. Ну, в общем, надеюсь, что вам было интересно. Вот, видите, я вытащила бумажку из другого конверта, да, от другой партии, и тут отмечена уже партида популяр. Да, то есть вот все так упростили. В принципе, мне это нравится, что можно так сэкономить время, дома все уже упаковать. И вперед. Ладно, кукусики. Я на работу пошла. Хорошо вам тут. Да? Да. Ты мой кукусик. Смотрите, какой лысенький пузик у него. У нее. Ай. Ты же моя радость. Когда только у тебя закончится гон. Ладно. Все, оставайтесь. Ой, ух, мои зайники. А ты? Марвелушенька. Иди сюда. Сейчас кто-то получит опять. Давай, Марвелушенька, не обижай подругу. Все, пока мы доехала до работы. По дороге слушала новости с Канар. Очень печальный наш многострадальный остров, на котором не так давно, пару лет назад, извергался вулкан активно. Теперь в огне. Но это все время происходит. Каждый раз, когда лето, когда жара. У нас тут все острова, как правило, горят. Тенерифы, насколько я поняла, тоже сейчас север в огне. Но там не так глобально. Гранд Канария тоже в огне. И вот этот Ла Пальма, самый такой многострадальный. Там, насколько я поняла, сейчас больше четырех с половиной тысяч гектаров леса горит. Такие ужасы там эвакуируют. Ну и у нас тоже на севере острова тоже эвакуируют людей. В общем, жесть. И так-то растительность, да, скудная. И не такое уж большое количество лесов. И при этом еще и горит. В общем, жесть. Страшно-страшно. Ну, до нас, конечно, дело не дойдет. Мы на юге. У нас тут нечему гореть, как правило. В общем, до нас, конечно, не дойдет. У нас тут на юге гореть нечему. Да и локализовать здесь все гораздо проще. А вот леса и там горные районы, конечно, всегда гораздо сложнее. И, в общем, конечно, очень страшно за людей. Ну и, да, сама жара это уже не счастье, не насти. А тут еще и пожары. Ну, в общем, жесть. Да, я тут со своими мелкими проблемами. На что делать? На самом деле не значит, что ваши личные проблемы, не это все, это ерунда. Поэтому, конечно, вот такие глобальные несчастья, они могут помочь, да, с вашими страданиями. Они говорят о том, что в сравнении, да, когда кто-то там страдает гораздо больше, прямо сейчас и прямо рядом, свои как-то уходят на задний план. И, в общем, да. Но я еще и выбрала сейчас из своего депрессника, потому что для меня очень психологически тяжело, когда я в четырех стенах. Ну, ладно. Не хочется совсем уж на печальной ноте завершать свой этот кусочек. Кусочек видео перед работой. И он, собственно, практически завершающий, потому что после работы мне снимать особо негде. И я там слишком уставшая. Да и новостей с работы особо никаких. Ну, я не знаю, хватит ли мне на целое видео то, что я наговорила вам. А с другой стороны, может, мне там и на два хватит. В общем, хочется немножко переключиться с пожара, с этих ужасов на что-то такое более... более такое расслабляющее. В общем, не знаю. Короче, кошки научились включать свет. Я уже сколько раз их ловила. Думала, что... Значит, на самом деле, что мне показалось. Вот. Думала, я же свет выключенным оставила. Точно помню. А он включен. Вот. Но думала, у меня глюки. Нет, не глюки. Я сегодня уходила пить кофе. И вот пока вам записывала там... Не знаю, как я все это буду компоновать, в каком порядке. Видео про то, как я оказалась на Тенерифе. И, в общем, я выходила из дома. И свет в комнате мужа, там как раз-то на выходе из квартиры, был погашен. А сейчас выхожу. И такая, не думаю, что-то как-то там светло, странно. Зашла, а там свет включен. Значит, кошки включили свет. Это при том, что выключатель-то находится, да, на сколько? На полтора... Ну, не на полтора. На метр двадцать где-то от земли. От уровня пола. Как-то они включают его и зачем-то. Наверное, муху ловят. Где-то там. И включают. В общем, теперь еще и выключатели нужно защищать каким-то этим кожухом. Ну, ладно, будем что-нибудь придумывать. В общем, эти кошки, это, конечно, что-то. Вот у меня сколько было кошек, никогда таких проблем не было. Были другие проблемы. Там написывают где-нибудь, где они положено, да. Убегут. Что-то в этом духе. Но вот чтобы они так там драли что-то, да. Чтобы они включали свет. Чтобы они наблюдали за мной в ванной. Да, кстати, я вообще не могу помыться спокойно. Одна. Потому что кошки приходят сразу за мной наблюдать. Вот. И по их мнению, я абсолютно не способна самостоятельно помыться. В общем, нужно под контролем это все держать. По их мнению. Ладно, ребята. Я пошла на работу. По-моему, я сегодня работаю с начальником и с новой девочкой. Посмотрим. Кстати, я не знаю, рассказывала я вам про новую девочку или нет. Не уверена, что она надолго задержится. Обсуждала ее с другим коллегой по работе. Ну, как бы я не осуждаю, просто хотелось бы, да, на самом деле, чтобы работник задержался подольше, да, и чтобы действительно был помощью, чтобы нам лично меньше нагрузки было, да. И когда видишь какие-то признаки нехорошие, вот, сразу начинаешь беспокоиться, что человек снова уйдет, что снова нужно будет искать кого-то еще, и, в общем, снова придется пахать, как это. Я увидела такие признаки, которые мне сказали о том, что, возможно, ее долго держать не будут, да, там, где, то есть, она, например, убирает, и где рукой не достала, там и не убрала, да, то есть, обойти с другой стороны не судьба, вот, и, там, не знаю, что делать, вместо того, чтобы спросить, а что мне теперь дальше делать, она просто шляется, да, так что не знаю, как бы, это вот я заметила, наверняка там еще кто-то заметит. И все, и на этом все закончится. Так что надеюсь, что это все пройдет. Ой, мне там садовник шарится. Ну-ка, подойду я к нему или нет? Увидела нашего садовника в своем огороде. Подошла поговорить. Но оттуда ничего особо не видно, поэтому не стала вам записывать огород. Все, хочу как-нибудь к нему залезть туда и позаписывать вам. Но это другой день, потому что сейчас он уже уходит. Ладно, ребята, я пошла работать. Не знаю, подключусь, не подключусь позже. Вот, если что, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok